Ребят, всем здорова! В этом видео я расскажу про лайф лупинг, как я его делаю в программе Fruity Loop Studio. Это видео будет наполнено той информацией, которую я хотел бы знать, когда я только задался целью сделать свое первое лайф лупинг видео. Когда я начал искать информацию, ее как таковой не было, я ее искал по крупицам, как-то собирал. У меня есть уже такое видео, это по сути его вторая дополненная часть. Хочу рассказать про лайф лупинг, все, что я знаю на данный момент. Меня зовут Илья, вы на канале Lowbo, и давайте начнем. Итак, для начала, конечно же, нам надо зайти в программу Fruity Loops. Основные настройки для Fruity Loops, для того, чтобы сделать лайф лупинг, это вот эти три кнопочки. Первая называется Loop Recording, в принципе, это нам и надо записывать в паттерн. Дальше идет Blend Recording, Overdub в скобочках написано. Это ключевая настройка, потому что она позволит вам, во время съемки не смог грамотно сформулировать мысль. В общем, эта кнопка позволит вам записывать раз за разом один и тот же инструмент. Иногда это бывает необходимо, советую эту кнопку нажать. Дальше три-два раз, это отчитывается информация. Перед тем, как начнется запись, мы услышим четыре ритмических звука. И началась запись. И метроном. Метроном нам нужен для того, чтобы играть в такты. В общем, вот это четыре основные кнопки, которые надо нажать для того, чтобы сделать лайф лупинг во Fruity Loops. Что лайф лупинг, это циклическая запись в паттерн. Что такое паттерн во Fruity Loop Studio? Это вот этот вот прямоугольничек, да, красный, который серый. Его можно переименовать на F2, нажать, задать ему любой цвет. Далее мы выставляем BPM, скорость нашего проекта, допустим, 100. И выставляем длину паттерна. Как правило, на 5-секундное зацикливание ориентируюсь, но бывает и дольше. Существует вообще в моем понимании два сценария, для чего вообще лайф лупинг в принципе нужен. Он может вам понадобиться для того, чтобы набрасывать быстро свои идеи и не потерять вдохновение. А возможно, вы будете использовать так же, как использую его я. Делать видосы и выкладывать их в сеть. Ну и, конечно же, есть третий сценарий, где вы делаете перформанс и выступаете на сцене со своими лайф луп сетами. В первом случае метроном вам не будет мешать, потому что вы его впоследствии выключите вот так вот, и звука метронома не будет. Если вам будет нужен звук, чтобы подложить его в видео, вам ни в коем случае не хотелось бы записывать метроном. Как сделать так, чтобы звука метронома не было слышно в вашей конечной записи. В первом моем видео я об этом не рассказывал, потому что я об этом не знал. Метроном изначально у нас находится на мастер-канале вот на этом. И в настройках его можно найти вот здесь. Вот если здесь будет ноль, метроном будет на мастере. Здесь, вот в этой настройке, мы ставим вот так вот. Я ставлю на 19-й канал всегда. Вы на какой хотите ставьте. Все, метроном у нас теперь вот здесь цыкает. Вот, видите, он задергался. Но он по-прежнему выходит на мастер-канал все-таки. Нам надо его снять с мастер-канала. Но теперь, слышите, мы его не слышим, как бы, да? А нам для того, чтобы записать, хотелось бы слышать метроном, правильно? И это можно сделать вот здесь, на 19-й канал заходим. Здесь выбираем свою аудиокарту. Это работает только если у вас есть аудиокарта. Ну, знаете, что такое аудиокарта, не надо объяснять. Выбираем нашу аудиокарту. И теперь на мастер-канал мы можем повесить Edison. Настроить его на то, чтобы он записывал то, что входит в Edison. Включить метроном. И начать записывать. То есть, метроном мы слышим. А, смотрите, сейчас кик запишу, да? Послушаем, что же у нас получилось. Слышите, да, что звука метронома нет, но метроном играет у вас в ушах. И помогает вам ровно играть. Теперь хотелось бы рассказать немножко про квантизацию. Квантизация – это выравнивание ваших нот по сетке, которую вы выбрали. Грубо говоря, это выравниватель ваших нот. Он есть двух типов. Вы можете его вручную сделать после того, как вы записали и нажали клавишу Ctrl-Q. Давайте я сейчас запишу сам. Кстати, можете играть на клавиатуре. У меня, кстати, когда не было MPD-хи, вот этой вот штуки. Когда я ее заказал, короче, я уграл и играл на клавиатуре, тренировался. Сейчас я буду делать это на клавиатуре. Кстати, чтобы стартовать запись, надо нажать эту кнопку и выбрать, что мы будем записывать. Я записываю сюда только ноты. Автоматизацию не записываю, так как она будет так же зацикливаться, как и все мои ноты, которые я записал. И мне это не надо. Записываем хай-хеты. Смотрите, если мы сюда зайдем и посмотрим, что же у нас тут получается. Мы видим, что я кривой, плюс у меня задержка от клавиатуры, там какие-то нажатия, то есть это не специализированное устройство. И записалось криво. Но мне-то хочется, чтобы ровно было. Я могу нажать Ctrl-Q. Все, стало ровно. Отлично. Но мы же сейчас говорим про какой-то перформанс, да? Не про набрасывание идеи, а про то, как записывать видосы, чтобы они конфеткой получались. Для того, чтобы это сделать, нам надо автоматическое выравнивание. Тут есть такой вот магнитик. Кстати, обратили внимание, что он у меня был прожат. Выбрано 1,4 бит. Но здесь стояла лайн. И для того, чтобы это все работало, надо, чтобы соответствовало то, что здесь выбрано и там. Сейчас скорость 100 BPM, и я думаю, 1,4 бит будет слишком много. Я выберу 1,2. Здесь 1,2 бит и здесь выбираю. Давайте попробую записать хай-хэт и посмотрим, что у нас получится уже с включенной автоматической квантизацией. Видите, она уже ровно выставилась. И, кстати, когда я записываю свои лайфлупинг-темочки, я всегда, допустим, у меня проект на 80 BPM, да? Я всего ставлю на 160. Для того, чтобы у меня метроном чаще отбивал ритм, и мне было проще играть. Это вот, в общем, основная вся информация, которая нужна для того, чтобы записать свой лайфлупинг-проект. Сейчас я переставлю камеру, и мы откроем какой-то мой старый проект. Покажу это на практике. Веб-ку я пущу сейчас на стол, подключу MPD-ху свою, камеру вот эту вот переверну на монитор. Сейчас поменяется все. Вы меня уже не видите, да? Видите только мои руки и экран. Вот я, привет. Открыл свой самый на данный момент популярный проект. У меня есть баттери, вот такие сэмплы. Можно играть вот так вот. Так, но мы здесь собрались для того, чтобы записать лайфлупинг. Смотрите, все вот эти кнопки, по которой я уже говорил, они все нажаты. Раз, два, три, четыре. Врубаем Edison, удаляем отсюда. Что тут у нас? Delete. Ставим запись. И давайте запишем. Продолжение следует... Итак, вот, ребят, получился у нас паттерн. В нем записаны миди-ноты. Они уже выровнены, они ровные. У меня играл метроном в ушах, но на дорожке, которую я записал в Edison, метронома не будет. Вот, в принципе, так я это и делаю. Йоу, 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 йоу. Немножко сумбурно, но как смог, рассказал вам о том, как я делаю лайфлупинг. Надеюсь, что было полезно. Напишите об этом в комментарии. Поддерживайте меня своей подпиской, лайками и комментариями. У меня есть телеграм-канал, у меня есть инстаграм, в котором уже больше 25 тысяч подписчиков. Спасибо вам огромное. Скоро я хочу запустить стрим, где с вами немножко пообщаемся. И сделаем какой-то бит. Это видео было на тему лайфлупинга. Как я делаю лайфлупинг. Ключевые настройки программы. О том, как я режу сэмплы. О том, как я их обрабатываю. Что делаю, как кручу-верчу. Об этом в следующих видосах. В общем, напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Можете написать то, о чем я не сказал. Или сказал что-то неверное. Можете меня поправлять. Вообще, приветствуется любая критика. Главное, чтобы она была обоснованная и была нацелена на пользу, а не на хейт. Короче, ладно. Всем пока, ребят. Увидимся в next video. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok